40% объектов украинской энергетики были повреждены в результате обстрелов оккупантами, заявляет президент Зеленский. Как вариант выхода из кризиса, Европа уже предлагает помочь с поставками электроэнергии в Украину. С вами Нехта, о самом важном и интересном расскажем прямо сейчас. Больше всего военные помощи Украине предоставляют страны Балтии и Польша, тем временем как США объявили о новом пакете ЗРК, НАСАМС и системы против беспилотников. А вот Шойгу все еще утверждает, что его армия бережет украинцев. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан. Путин снова угрожает сорвать дерновую сделку. Это странно, но он потребовал от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота в обмен на вылазь дерна. Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет. ВСУ отлично выполняют план по возвращению своих территорий. Когда Украина вернет Крым и закончится война – новый прогноз от американского генерала. Украинские силы освободят Крым. Но еще до этого, к концу нынешнего года, они отбросят российскую армию Клини, на которой они находились в феврале. А потом начнут рассматривать следующие шаги, которые нужно предпринять Украине, чтобы подготовиться к освобождению Крыма. Дорогие любимые подписчики, да-да, именно вы. Я все вижу. Вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Или напишите комментарий. Если вы цените нашу работу и любите наш контент, нам очень важна ваша поддержка. Скоро нас будет миллион. Осталось лишь немножко поднажать, поэтому призываю вас быть активнее. А теперь врываемся в новости. Союзники предоставили Украине оружие на сумму, составляющую 86% военного бюджета РФ. Таким образом, общая военная помощь, оказанная Украине странами Запада в текущем году, составляет более 40 миллиардов евро, написал у себя в Твиттер представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Самый большой процент от собственных оборонных бюджетов Украине выделили страны Балтии и Польша. В частности, бесспорными лидерами в этом списке являются Латвия и Эстония, предоставившие Украине вооружение на суммы, составляющие 41,37% их военных бюджетов, соответственно. О новом пакете помощи сообщили и в Пентагоне. США обязались отправить в Украину 8 национальных усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов НАСАМС. Две из этих систем будут отправлены в ближайшие несколько недель, остальные последуют за ними. Украинских солдат уже обучают пользоваться системой, которая стреляет разными ракетами. НАСАМС могут защищать от широкого спектра воздушных угроз. Мы также взяли на себя обязательства по созданию набора беспилотных авиационных систем противодействия, включая систему «Вампир» и другие радиолокационные системы. Союзники решили еще больше помогать Украине оружием из-за непрекращающихся атак рашистов на критическую инфраструктуру, говорится в сообщении Пентагона. А оккупанты все не унимаются. Полтавщину атаковали 10 дронов-шахедов, 6 из них сбили силы ПВО, а 4 попали по объектам гражданской инфраструктуры. Из-за обстрелов Бахмута погиб один человек, еще двое получили ранения. В Торецкой общении разрушены 4 дома, а в Солидарской зафиксированы единичные обстрелы возле нескольких сел, рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Но вы никогда не догадаетесь, что плетет картонный маршал подчиненным. Оказывается, Шойгу и его недоармия принимают все меры для недопущения гибели украинских граждан. Ударим высокоточное оружие, продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан. В свою очередь, киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов. Видимо, путинский оленевод имеет в виду обстрелы в районе трассы Мариуполь-Донецк. Там кто-то неудачно покурил у базы кадыровцев. Пропагандисты подняли вой, что Украина обстреливает мирных. А на самом деле это оказались мирные тиктокеры, которые по приказу Дона приехали стрелять по кустам и терроризировать мирных. Удар пришелся по отелю, в котором они размещались. Новость хорошая, в общем-то. Естественно, оккупационные пропагандисты и каналы сразу разразились тем, что был нанесен удар рядом с дорогой жизни из Мариуполя в Донецк. Это абсолютная ложь, потому что мы постоянно фиксируем движение именно по этой дороге из направления Мариуполя в направлении Волновахи и Донецкой военной техники, российской живой военной силы, перемещение боекомплектов и так далее. Турция старается решить проблемы, связанные с реализацией зерновой сделки со всеми сторонами, сообщил Эрдоган после телефонного разговора с Путиным. Сегодня из Украины в Турцию отправили три судна с зерном. Все-таки хитрый турок знает, на какие кнопочки надавить бункерному, который накануне потребовал от Украины гарантировать безопасность черноморского флота в обмен на вывоз зерна. При всей абсурдности ситуации, большего оскорбления для российского черноморского флота трудно даже и представить. Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет. Послушайте, я не знаю, Миноборона давала это или нет, это же не шутки. Вот эти подводные аппараты, 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Но попадет в это, там ни от зерна, ни от корабля, ничего не останется. А виноваты будем мы. Ну и Путина не смущает, что дронов, которые бы могли нести такое количество взрывчатки, не существует в природе. 500 тонн могут перевезти разве что несколько железнодорожных вагонов. Но бункерному сказочнику все нипочем. Уже прошли которые сутки с момента атаки на Севастопольскую бухту, а командование флота замалчивает последствия удара по кораблям черноморского флота. Россия угрожает миру голодом, срывая зерновую сделку. Почему это так происходит и как избежать катастрофы? Мой коллега Алексей Бурлаков развеивает все российские мифы в новом выпуске проекта. Сейчас станет понятнее. Оно уже на нашем канале. Ссылка тут. Россияне говорят, что только одно судно попадает в бедные страны, то есть в Африку, а остальные идут в Европу, богатым странам. Но и расследование голоса Америки в проекте Полиграф, и расследование BBC отдельно друг от друга доказывают, что Россия снова говорит неправду. Вот куда идет украинское зерно. В первой пятерке Египет, Индонезия, Бангладеш, Турция и Йемен. И есть даже подтверждение этому, которое можно собрать в открытых источниках. А вот и новых фейков от Роспропаганды подвезли. Неутомимая и неугомонная Захарова запустила еще один. Алка Аташе уверяет, что бывший премьер Великобритании Трасс после взрывов на российских газопроводах отправила госсекретарю США Блинкену сообщение «Сделано». И тут пропагандисты разошлись вовсю, так и эдак смакуя эту информацию. Возбудился даже род Путина Песков. Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно это учитывать, международной инфраструктуры энергетической. Эта информация, конечно, она должна очень внимательно всеми анализироваться. И мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, непозволительное молчание. Все-таки этот анализ будет проведен. Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами. Однако издание The Insider выяснила источники информации о причастности британцев к взрывам к северных потоков, мошенник, ожидающий экстрадиции в США Ким Дотко. Вот такие солидные источники у российских спецслужб и Захаровой. Даже если оставить вопрос, откуда у мошенника из Новой Зеландии появился доступ к данным, якобы полученным российскими хакерами, бросается в глаза главная нестыковка. По данным Daily Mail, взлом телефона Трасс был обнаружен во время летней предвыборной кампании консерваторов, когда госпожа Трасс была министром иностранных дел. После этого мобильник поместили в запертый сейф в охраняемом правительственном помещении, пишут британские журналисты. Между тем, взрывы на «северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября. Непонятно, как Трасс после инцидента смогла достать телефон из охраняемого сейфа, чтобы отправить сообщение Блинкену. Россия могла разместить на белорусском аэродроме Матюлища истребители МиГ-31К и гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Об этом пишет в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании. Россия проводила запуски «Кинжал» во время нынешней войны в Украине, однако ранее этот комплекс не использовался в Беларуси. Скорее всего, Россия разместила это оружие, цитирую, чтобы послать сигнал Западу и представить Беларусь как все более увязающую в войне. Тем временем, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес дал очередной прогноз успеха в ВСУ. Украина восстановит суверенитет над всей своей территорией к лету будущего года. Украинские силы освободят Крым. Но еще до этого, к концу нынешнего года, они отбросят российскую армию к линии, на которой они находились в феврале, а потом начнут рассматривать следующие шаги, которые нужно предпринять Украине, чтобы подготовиться к освобождению Крыма. Зимой воюющие стороны будут действовать в одинаковых погодных условиях, то есть столкнуться с холодами, распутицей, ограниченной видимостью и другими явлениями. Но, на мой взгляд, украинская армия будет лучше готова к этому, потому что действует внутри своей страны, имея дружественную им территорию в качестве тыла, а также потому что 50 стран в едином порыве стремятся обеспечить Украину боевыми возможностями, которые ей нужны. Это включает зимнюю униформу и оборудование, в то время как российская система снабжения уже и так истощена, а сейчас они посылают войска людей, которые не готовы, не обучены и не дисциплинированы, что добавит еще больше трудностей этой системе. В Венесуэле прошли сильные ливни, улицы превратились в рейки, движение транспорта затруднено, потоки воды сносят припаркованные машины. Однако местные власти утверждают, серьезных последствий от потопа нет. В Бразилии бастуют дальнобойщики после объявления результатов выборов президента. Водители, которые поддерживают уходящего главу страны Балсонару, провели более трехсот протестных акций, перекрыть дороги в 20 штатах страны, сообщает рейтер. Протестующие отказываются признавать победу Луиса Лулы Дасилвы, а часть из ней даже призывают к перевороту. Джилл Байден пришла на празднование Хэллоуина в Белом доме в костюме бабочки. Пропагандистские каналы расшистов принялись вовсю поливать грязью первую идею Америки. Мол, крылья она надела неправильно. Но вот чего расшистам не понять, так это свободы нравов в демократическом обществе. Можно только позавидовать креативу высокопоставленной американской читы, тогда как бункерный вообще нигде не светит ни Алину, ни взрослых дочерей. Хотя костюм у пыря ему надевать и не нужно, он его и не снимал. Как вам 70-летняя бабочка Джилл? Напишите в комментариях. А у меня на эту минуту все. Напоминаю, самая актуальная и интересная информация в телеграм-каналах Нехта. Поддержать нашу работу и развитие наших ютуб-ресурсов можете по ссылке в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Скоро нас будет миллион. До новых встреч, хороших новостей, слава Украине, живи Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова